уважаемые скорпионы я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 23 по 29 января включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому расклад подойдет как мужчинам так и женщинам я вас всех приглашаю к своему столу что мы сегодня будем рассматривать общие моменты этой недели касательно работы вашей финансовой сферы возможных трат долгов вложений кредитов внешнего мира любых контактов и связей рассмотрим скрытые факторы также рассмотрим и вашу личную жизнь и те кто в паре и те кто в свободном поиске подведем итоги этого периода рассмотрим скрытые факторы что в них также в раскладе будет карта форс-мажора или карта дополнительного совета и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания карта которую я достану самые последние после основной выкладки и ответит на загаданный вами вопрос думайте о своем желании для тех кто знает свой асцендент вы можете просматривать этот расклад и по студенту и по своему основному знаку зодиаку думайте колода сейчас настраивается на вас кому нужно больше времени для того чтобы загадать свой вопрос желания можете нажимать на паузу а я продолжаю работу я сегодня на колоде 2 универсальный ключ помогать нам будет оракул дыхание ночи который вы видите на столе и возможно для дополнения я буду использовать еще одну колоду таро еще один связь и мы с вами начинаем уважаемые скорпионы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению я вижу что многие из вас стараются заработать стараются что-то делать стараются не сидеть на месте даже те кто не работает я вижу что вы заняты массой полезных дел но в начале этой недели я вижу некоторую усталость есть желание смены обстановки для вас 1 карта выпла семерка чаш 2 мы видим восьмерку чаш 2 карты чаш очень много эмоций внутренние огорчения которые могут быть связаны со всем тем что касается личной жизни здесь также я не вижу полной удовлетворенности рабочей профессиональной сферы потому что в профессиональную сферу для вас выпала четверка мечей которая может говорить о том что сейчас что-то либо приостанавливается либо вы болезненно что-то воспринимаете карта напрямую для кого-то из вас может показывать приостановку в делах из-за того что вы себя не очень хорошо чувствуете поэтому в этом периоде особое внимание обратить на свое здоровье в особенности в середине этой недели в начале периода я вижу что вообще не хочется заниматься никакими серьезными делами не хочется думать ни о чем серьезном вы как бы хотите уйти от той действительности которая существует на сегодняшний день даже те кто работает я вижу что работа для вас либо тяжелая даже для тех у кого есть основная работа карты могут говорить о том что вы трудитесь много выполняете очень много обязанностей а денег по факту получаете не так уж много как хотелось бы у тех у кого работы нет в этом периоде сложно для себя что-то подыскать подходящее но как бы там ни было я не вижу того чтобы вы были вообще без денег потому что в малом кресте вашей судьбы все-таки выпала карта пажа монет она показывает небольшие деньги но благодаря этим деньгам все-таки вы решаете какие-то бытовые нужды многие из вас способны улучшить свое финансовое поле и в дом финансов для вас выплат десятка жеслов которые предполагают то что многие из вас могли бы совмещать несколько рабочих проектов или основную работу и подработку для тех кто усердно трудится заработать вы все-таки по этой карте сможете у тех у кого есть дети очень много хлопот и переживаний связанных с вашими детьми может быть с их образованием здесь тоже идут большие траты но все те деньги которые вы вкладываете в своих детей будут полностью оправданы к рабочей вашей профессиональной сфере мы еще вернемся сейчас мы перейдем к нашим семейным парам и также к нашим свободным скорпионам посмотрим что у вас в личной жизни для наших семейных пар выпало сразу две карты пажей этапа жезлов и карта пажа монет это говорит о том что в доме тоже много хлопот и суеты но все-таки в доме вы стараетесь быть на позитиве также я не вижу того чтобы дома вы сидели сложа руки либо вы что-то изучаете либо вы что-то делаете карты могут показывать любого рода телефонные звонки переговоры и то что вы в чем-то проявляете инициативу да есть сложности сложности финансового характера но вы знаете что вы справитесь и вы знаете что все рано или поздно наладится так как эта карта может показывать детей или ребенка актуально для многих тема ваших детей это то о чем я говорила то что идут очень большие траты на детей если дети маленькие или дети подростки даже если дети взрослые они все равно нуждаются какой-то вашей помощи возможно кто-то пытается что-то изучать не выходя из дома те у кого есть заработок на дому это небольшие деньги но даже эти деньги вас будут радовать карты не показывают чувств они говорят о том что вы больше сосредоточены на чем-то материальном но если говорить о вашей второй половинке в его или ее подсознание я все-таки вижу чувство я вижу любовь и нежелание вас потерять хотя вот эти две карты говорят о том что из-за личных отношений вы все-таки многие очень огорчаетесь давайте перейдем к тем кто пока в свободном поиске для вас выпла карта рыцаря монет карта семерки жезлов и карта двойки чаш уже первая карта говорит о том что есть деловой настрой многие из вас способны зарабатывать и зарабатывать неплохо в работе возможно конкуренция стычки интересов может быть с кем-то противоборство может быть какие-то напряженные разговоры кого-то могут ждать дороги на выездах или командировки к вам могут поступать какие-то встречные неплохие предложения которые также стоит рассматривать то что касается ваших врагов конкурентов недоброжелателей кто бы не пытался идти против вас по этой карте вам никто ничего не сделает потому что вы занимаете очень хорошие позиции и вы намного выше тех людей которые вам пытаются пакостить или переходить дорогу рядышком мы видим двойку чаш это говорит о том что есть все таки в отношении вас человек преданный человек надежный на которого вы можете рассчитывать и в любых сложных ситуациях этот человек подает вам руку помощи для кого-то это может быть партнер партнерша в любимый возлюбленный или возлюбленная это может быть даже кто-то из родни если говорить о личной жизни карта двойки чаш говорит сама за себя она говорит о том что возможны встречи свидания романтические отношения центральная карта говорит о том что вы опасаетесь чего-то из прошлого если вы с кем-то встречаетесь то я вижу что вы немножечко меряетесь характерами а это говорит о том что у вас не во всем сходятся точки зрения с личными отношениями пока спешить не стоит даже если вы уже с кем-то встречаетесь возможны и новые знакомства почему потому что большой крест вашей судьбы все-таки выпала карта шута которая может говорить о спонтанных знакомствах о том что к вам кто-то проявляет интерес вы кем-то можете интересоваться поэтому не спешите себя связывать какими-то отношениями для тех кто встречается я вижу что может быть вы и будете даже ссориться немножко но в конечном итоге все равно будете мириться теперь вернемся в вашу профессиональную сферу и возьмем отдельно дополнительные карты для тех кто работает и для тех кто не работает попытаемся внести ясность потому что четверка мечей говорит о том что не все хорошо не все так как хотелось бы я вижу что есть какие-то прошлые моменты по работе которые вас не удовлетворяли и и вы постоянно об этом думаете давайте смотреть для тех кто при работе выпала четверка жезлов карта может говорить о том что вы временно можете быть дома в отпуске отдыхать либо брать больше выходных если вы хотите чтобы вот эта карта действительно для вас проигралась максимально безболезненно для тех у кого есть работа сознательно возьмите перерыв вам этот перерыв нужен ваша работа от вас никуда не денется хорошая карта для семейного бизнеса и даже если сейчас есть затруднения то наладится и заработать по этой карте вы сможете возьмем для вас еще одну карту на совет на совет выпала карта королевы чаш если меня смотрит женщины скорпионы карта показывает вас собственной персоной показывает вас как особо очень творческую по этой карте многие из вас могли бы иметь свое дело какой-то свой проект вы могли бы себя в чем-то развивать для тех кто работает на себя если меня смотрят женщины у которых уже есть свой бизнес карта гарантирует вам доход но очень много эмоций которые возможно вам даже немножечко мешают но карта благоприятна если говорить о мужчинах то возможно в отношении работы вам стоит прислушиваться к советам той женщины которая рядышком с вами не обязательно что эта женщина с которой вы связаны работой хотя для кого-то это может быть и коллега или компаньонша или начальница это может быть сестра подруга знакома с которой у вас будет близкое общение ну а теперь давайте возьмем карту для тех кто пока не работает что вам нужно знать для тех кто не работает выпала карта старшего аркана колесницы эта карта все-таки предполагает возможности она говорит о том что вы люди достаточно амбициозные и вы не будете долго сидеть не делая ничего то есть по этой карте вы сами будете включаться вы сами будете что-то искать вы сами что-то будете инициировать карта может показывать важные дороги встречи переговоры дальние или близкие поездки на ближайшее время трудоустройство возможно уже в ближайшее время работу начинаете искать благоприятный период для поиска работы это все-таки конец этой недели почему я говорю конец недели потому что все три карты в центральной линейке говорят о том что неделя вяло текущая у вас может действительно просто на что-то сил не хватать и давайте для вас возьмем еще карту дополнительную на совет это карта рыцаря кубков она может показывать любого друга знакомого родственника человека который вам может посодействовать с работой или что-то будет предлагать или поддержит вас в ближайшее время эмоционально но с этим человеком вы тоже будете советоваться если говорить о мужчинах скорпионах карта может показывать вас собственной персоной и возможно вы сами должны с кем-то инициировать встречу по этой карте вы можете и отдохнуть и попутно решить какие-то деловые вопросы касающиеся будущего и переходим в дом ваших финансов в дом финансов выплат десятка жезлов которая говорит о том что без денег все-таки вам не быть и возможно вы даже в чем-то как подводите итоги финансового характера но все равно думаете о обновлениях в своей жизни не случайно рядышком выпла карта шута в этом периоде не стоит куда-либо вкладывать свои деньги наоборот денежки вам сейчас лучше по придержать если это какие-то вынужденные траты или вложения в этом периоде конечно вы их должны сделать но карты говорят о том что деньги отдали и как бы обнулились потом снова нужно думать о том как их заработать тем не менее на внешний мир для вас выпала карта шута которая говорит о том что будет информация которая вас порадует я вижу что вас что-то интересует я вижу что вас что-то увлекает возможно вы действительно с кем-то обсуждаете абсолютно новые начинания может быть это ваши идеи может быть это чьи-то идеи но у вас здесь с кем-то будет общий интерес поэтому по этим картам все возможно и новые рабочие проекты и новые творческие проекты и новые образовательные процессы если вы захотите в будущем чему-либо подучиться того чтобы что-то угрожало из внешнего мира вам или вашим близким страшного или катастрофического в вашем раскладе я не вижу что в скрытых факторах скрытые факторы для вас выпла шестерка чаш также мы видим карту старшего аркана умеренности и карта двойки жезлов уже первая карта может говорить о том что либо концу недели либо на следующей неделе вы сможете организовать какой-то семейный отдых встречу возможно вы побываете у кого-то в гостях или кто-то приедет в гости к вам центральная карта умеренности говорит о том что все-таки контролируйте свои финансы будьте умерены в определенных тратах и до определенного момента нужно подтянуть немножечко поясочки потуже и где-то даже поэкономить двойка жезлов также предполагают то что вы ищете дополнительные доходы либо возможности дополнительной подработки может быть вы рассматриваете чью-то спонсорскую помощь которая для вас тоже была бы полезна но обе вот эти карты говорят о том что не спешите с решениями и в отношении личной жизни и в отношении работы те у кого есть дети здесь явно есть пробелы в образовательных процессах и карта умеренности может говорить о том что нужно подтянуть знания если вы чему-то учитесь продолжайте учиться здесь тоже есть пробелы в знаниях благодаря вот этим знаниям или в вашей жизни или в жизни ваших детей все таки появится по последней карте выбор выбор возможностей на будущее на завершение этого периода выпала восьмерка жезлов которая говорит о том что выходные дни вы наконец-то почувствуете себя лучше вы себя почувствуете по-другому эта карта прилива сил энергии выходные у вас могут быть активными даже если вы испытывали недомогание или болезненность карта показывает возрождение скорость энергичность резко захочется заняться всем тем чем не занимались в течение недели или тем что упустили карта может показывать переговоры переписку телефонные звонки сообщения также карта благоприятна для любого рода дорог как на близкие так и на дальние расстояния поэтому если дороги на выходные запланированы поезжайте вам однозначно горит зеленый свет прекрасная карта для любви для встречи свиданий тем более рядышком увидим двоечку чаш и еще одна карта шестерки чаш которая говорит о том что что-то будет налаживаться и в личной жизни и в любви в общем выходные очень даже хорошие ну а теперь возьмем для вас карту форс-мажора или карту дополнительного совета на форс-мажор для вас выплат девятка чаш это карта радости она может показывать любые сабанту и встречи празднования юбилей может быть вы что-то будете отмечать кто-то вас приглашает куда-либо либо вы что-то организовываете карта может показывать просто какую-то для вас радостную встречу поддержку друзей и приятное общение которое вас удивит или порадует но и так как эта карта выпала на света на вас и призывать к тому что вам нужно действительно отдохнуть ну а теперь посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта королевы чаш и эта карта дает ответ да если меня смотрят женщины скорпионы это вы собственной персоной и ваш вопрос целиком в ваших руках все будет так как вы хотите прекрасная карта и для любви и для бизнеса и для любых творческих процессов для мужчин соответственно на ваш вопрос может влиять женщина ваши же стихии но не обязательно это может быть родственница возлюбленная или подруга или какая-то хорошая знакомая в отношении вашего вопроса у вас еще будут какие-то обновления и тут у вас еще будет выбор вариантов это то что вижу в общем по раскладу ну а теперь давайте возьмем три дополнительные карты и посмотрим о чем еще вам нужно знать информация подойдет и мужчинам и женщинам если говорить о ваших основных кармических задачах немножечко вернусь к основному раскладу то все таки в этом периоде как ни странно для вас является положительная пассивность потому что вам действительно нужен отдых или больше отдыха ну а теперь берем дополнительные карты очень интересно уже первое выпла карта тьмы она может показывать вмешательство негатива тут могут быть или пробои в энергетике или кто-то может пытаться вас пробивать большая зависть глаз такое чувство что вами кто-то из наблюдает постоянно в ночное время суток периодически здесь могут быть либо кошмары либо действительно может быть вы просыпаетесь от того что чувствуете какие-то странные ощущения негативного характера но вторая карта говорит о том что у вас очень хорошая защита и высшие силы пытаются вас защищать тут очень много может быть еще зависти или чьей-то злобы в отношении любых ваших новых идей или проектов как будто бы кто-то не желает того чтобы вашей жизни что-то было хорошо возьмем еще одну карту эта карта лотоса которая говорит о высшем божественном вмешательстве и вот эти две карты говорят о том что ваши враги добраться до вас не смогут даже если вас кто-то попытается пробивать или пробивали и вы будете ощущать вот эти пробои вот эти карты показывают восстановление хорошие карты для усиления собственной защиты для каких-то светлых ритуальных работ для того чтобы усилить свое энергополе от чужого вмешательства ну и возьмем для вас карту как дополнительный совет на дополнительный совет выпала карта ворона эта карта всегда проигрывается негативно она говорит о каких-то предчувствиях которые могут оправдаться поэтому если вы интуитивно ощущаете что откуда-то исходит негатив зло тут же старайтесь принять какие-то меры уважаемые скорпионы таким для вас был расклад на этот период всем прекрасной недели благодарю вас за просмотр и подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписался и я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих видео всем до свидания а